Добрый день, здравствуйте! Сегодня с вами приготовим сладкие гогалы, то есть сладкие колобки. Для этого нам понадобится мука просеянная, тёплое молоко, сахар, дрожжи, сметана, 80 грамм масла, которого нет пока на столе, молоко, дрожжи, сахар и 2 столовые ложки муки перемешиваем и оставляем минут на 5-10, чтобы дрожжи чуть-чуть разошлись. И дальше добавляем одно яйцо и сметану. Эту сметану приготовила я сама, видите, какая она густая. Можно приготовить со сливок или с молока. Если вам нужна закваска, обращайтесь ко мне, и я помогу вам её достать. Добавляем, значит, по рецепту и половину муки. После того, как добавили муку, хорошенечко перемешаем и добавим масло. Масло не топим, просто размягчённое масло в микроволновой печи. Чуть-чуть всё перемешали. И добавили остальную муку. Вот такое тесто нам намешала наша машина. Выкладываем на стол и придаём ей форму шара. Покажу вам, какое тесто получилось. Посмотрите, какое прекрасное тесто. Но не переживайте, всё это можно замесить и в обычной миске. Это быстро и удобно, и возиться с аппаратом не надо. Так что на любителя. Теперь тесто оставим на час, чтобы оно дало подъём. Я использую вовнутрь сливочное масло в начинку. Где-то у меня здесь 150 грамм. Добавляю, я его чуть-чуть разогрела, подогрела в микроволновке. Добавляю муку и саракёк у нас называется. А так это жёлтый корень имбиря. Или же его в упаковках пишут как сафран. Не шафран, а сафран. Добавляю туда сахарную пудру и ванильный сахар. Хорошенечко перемешиваю. Начинка готова. Начинку правильно готовить, когда она совсем превратилась в мелкую крошку. Тесто, видели, поднялось. Теперь мы его разделим на шарики и будем раскатывать. Как заметили, тесто у меня мягкое. Но в то же время очень хорошо поддаётся подкатке. Подкатала шарики. Я буду катать по 6 штук. Поэтому, если вы умеете открывать большие круги, то можете сделать всего 10 штук из этого теста. И раскатать, и смазать каждую, накладывая друг на друга. Вот это дело можно поручить, кстати, детям. Они вам очень будут благодарны за то, что вы им дали помочь. А вам будет легко и быстро справиться с этим делом. Смазываем, раскатываем и смазываем каждый корж, накладывая друг на друга. Но это не коржи, а это... У нас, говорят, юха, у вас не знаю. Вот так закручиваем крайние. Нарезать удобно не ножом, а если у вас есть ножик для пиццы, это очень быстро нарезается и удобно. И потом оставшиеся делим пополам. Тоже закручиваем вот в такие рулетики. С килограмма муки получается 24 гугала. Хотите их, делайте сладкими, хотите солеными. В следующем видео я покажу вам, как их делать солеными. А это сладкие. Вот у меня, значит, здесь пока 14, а потом еще будут... Я раскатаю еще 6 штук. Завернула я их в такие рулетики. Теперь красивой стороной ставлю на доску и двумя пальцами как бы вхожу как посередине. Выдавливаю вот такой стаканчик. Стаканчики наполняю начинкой, не закрывая сразу. Я их все заполню. И если осталась начинка, я распределю по каждому стаканчику, чтобы у вас не оставалось лишнее. Как же дальше? Дальше вот так берем. Увидели, по краям защипнули, а потом следующие края тоже на них нахлестом тоже защипнули. Красивой стороной поворачиваем вверх и ладонью поправляем. Получается вот такой круг. Колобочек. У нас это называется гугал. Теперь оставляем на полчаса под пленкой, чтобы они дали подъем. Через полчаса возьмем яичный желток, шафран, теперь уже не сафран, а шафран, который заварили кипятком. Добавляем в этот яичный желток, перемешиваем хорошенечко и намазываем на наши гугальчики. Берем вилочку и делаем две дырочки, чтобы лишний воздух выходил с них и получалось ровно, а в кривкость все не пошло. По серединке можете отметить или орешком, или если есть кюнджютом, что у вас есть. Светлым маком тоже можно, чтобы было отличить это сладкое, а другое там соленое. Духовка 200 градусов. Выпекаем 20-25 минут. Смотрите, какая у вас духовка. Вот такого цвета у нас получаются гугалы. Вкусные, нежные. Обычно вы обижаетесь. А вот не разрезала. Вот я и разрезала, хотя они еще горячие, они должны чуть-чуть остыть. Вот такие получаются они. Прекрасные, хрустящие. Снаружи, мягкие, внутри. На следующий день они великолепные. Они 2-3 дня остаются такие мягкие, нежные и вкусные. Готовьте. Если хотите поддержать мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы мои видео находили у вас. Я же в свою очередь буду искать вам интересные рецепты, готовить и делиться с вами. А пока, пока, пока. Желаю вам успехов, счастья, здоровья и мира над головой, потому что это самое главное для нас, для наших детей. До свидания.